МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости. Для вас работаю я, Лаура Жакупова. День добрый. Сегодня ночью из Афганистана вернулась делегация казахстанских дипломатов и политиков, участвовавших в первых переговорах с руководством движения «Талибан». Возглавил миссию спецпредставитель президента по международному сотрудничеству Ержан Казахан. Во время визита нашей делегации в Кабуле были приняты повышенные меры безопасности. Казахстанцев сопровождал вооруженный отряд талибов. Корреспондент и оператор Хабар-24 были единственной съемочной группой, кто освещал ход переговоров. О договоренностях в казахстанском посольстве в Кабуле и ситуации в афганской столице в эксклюзивном репортаже Жасына Беркенова. Лететь из Нурсултана в Кабул три часа. Путь недолгий, но волнение чувствовалось у всех членов делегации. Оно и понятно. Ведь это первый дипломатический визит официальных лиц Казахстана в Афганистан с тех пор, как талибы захватили власть в августе. Это аэропорт Кабула, тут сам аэропорт, куда движенцы крутили сразу после того, как коллекционные силы покинули Афганистан. Наверняка, вы помните, в кадре, где люди отчаянно пытались покинуть страну, пекая нас в метропосадочную полость и даже скираясь в шасси самолет. Рабочий визит нашей делегации короткий, но насыщенный. На повестке у спецпредставителя президента по международному сотрудничеству три встречи с представителями действующей администрации страны и с главой миссии ООН по содействию Афганистану. Сразу после аэропорта мы прибыли в посольство Казахстана. Здесь здание, где работает наш казахстанский дипломат, охраняет солдаты действующей администрации. В день захвата власти талибами полиция, охранявшая здание нашего посольства, покинула пост. После на дежурство встал новый караул. Впрочем, на бравую охрану эти молодые бойцы едва ли смахивают. Разве что суровости им добавляют перекинутые через плечо оружие. Этот атрибут при себе у всех, без исключения дежурных блокпостов в городе. Я с консулами и сотрудниками вышли к ним, переговорили. Они, когда узнали, что это посольство Республики Казахстан, они извинились и сказали спокойно продолжать и функционировать. Они выставили охрану. Естественно, наши не то чтобы страхи, а волнения прошли. К слову, посольство Казахстана – одно из немногих иностранных дипведомств, что продолжило работу после захвата власти талибами. Во время визита нашу делегацию на своем пути сопровождал вооруженный отряд движения. А это уже наше сопровождение, которое обеспечивает наши безопасности. Кельдет Редженер. К тому же, автомобиль, на котором передвигался казахстанский спецпредставитель, был бронированным. Повышенные меры безопасности. Однако на улицах Солнечного Кабула никакой видимой угрозы. Напротив, казалось, что многим местам было любопытно наблюдать за иностранной делегацией. Первый мир Жан Казахан встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел Амир Хана Мутаки. Встреча прошла за закрытыми дверями. Позже спецпредставитель поделился, что атмосфера была мирной и располагающей к переговорам. На странице Twitter представитель афганского МИДЖа написал, что Мутаки поблагодарил Казахстан за оказываемую Афганистану гуманитарную помощь. Позиция Казахстана на сегодня такова. Какими бы ни были наши политические взгляды или личные убеждения, с новой администрацией надо налаживать связи. Это нужно как минимум для решения тяжелого гуманитарного положения в этой центрально-азиатской стране. Сейчас вопрос признания действующей администрации пока даже не стоит. Гораздо важнее не оставлять афганский народ наедине со своими трудностями. Об этом уже говорил Касымжимар Токаев на недавнем заседании глав государств СНГ. Ведь по информации ООН, сегодня 95% населения Афганистана живут за чертой бедности. Каждый второй ребенок в стране голодает. По поручению Касымжимар Токаева афганскому народу прибыла гум помощь. Поддержать население решили продовольствием. Сюда доставили 5000 тонн казахстанской муки. Сегодня мы очень рады получить от президента и казахстанского народа вагоны с гум-помощью. Это мука очень высокого качества. Афганский народ очень ценит эту поддержку. Спасибо большое. Сейчас Казахстан совместно с агентствами ООН прорабатывает вопрос по дальнейшему расширению гуманитарных поставок народа Афганистана. Об этом Иржин Казахстан рассказал и на встрече с исполняющим обязанности вице-премьера Абдулгани Бородаром. Все встречи были протокольными. Нас, а мы были единственной съемочной группой, запускали лишь на пару минут. Пользуясь редким случаем, нам удалось немного пройтись по президентскому дворцу, где еще три месяца назад работал Ашаровгани и его протокол. На втором этаже этого здания бывший президент Афганистана работал с документами. Здесь находился его офис. А вот прямо за моей спиной, также на втором этаже Ашаровгани читал книги. Там была расположена его личная библиотека. А это здание штаб-квартиры миссии ООН в Афганистане. Пожалуй, единственное место, где еще можно увидеть государственный флаг страны. На улицах города же повсюду уже развешено знамя талибов. Здесь Иржан Казыхан встретился со специальным представителем генерального секретаря ООН Деброй Лайенс. Позже подробности итогов встречи Акурда опубликует на официальном сайте. Афганская сторона выразила благодарность за оказанную гуманитарную помощь и подчеркнула значимый вклад нашей страны в международные усилия по восстановлению Афганистана. В ходе встреч была выражена взаимная заинтересованность в восстановлении традиционных торгово-экономических связей и продолжении образовательных программ в Казахстане для афганских студентов. Представители действующей администрации Афганистана также с интересом восприняли предложение о поставках казахстанской вакцины Казвак. А товарооборот между странами, к слову, немалый. Даже в пандемийный тяжелый 2020 год он составил рекордные 623 миллиона долларов, что на целых 55% больше, чем в предыдущем году. Сейчас же поставок в разы меньше, поэтому вопрос гарантии безопасности для налаживания экономических связей и борьбы с наркотрафиком стоит особняком. Ситуация в Афганистане нестабильна. За последние недели в стране произошли два больших теракта, унесшие жизни по меньшей мере 100 человек. Если неделю назад боевики ИГИЛ, организация, запрещенная в Казахстане, взорвали мечеть в городе Кундуз, то в прошлую пятницу террористы-смертники напали на мечеть в Кандагаре во время молитвы. Жизнь в таких условиях сложно назвать безопасной. Перед движением, пришедшим к власти, стоит множество задач. И каждый день талибы, как на экзамене, перед населением и всем мировым сообществом. По итогам встреч с казахстанской делегацией новая администрация заверила, афганская сторона планирует быть мирным и надежным соседом для региона Центральной Азии. Жасимберкенов и Алибек Алиев, Хабар-24, Кабул, Афганистан. В Атерау 7 лет простаивает недостроенный фармацевтический завод. На его строительство было выделено 3 миллиарда 700 миллионов тенге. Предполагалось, что предприятие станет крупнейшим производителем лекарственных препаратов Центральной Азии. В год нам планировали выпускать 800 миллионов таблеток, 300 миллионов капсул и другие различные медпрепараты. Но грандиозный проект срок реализовать не сумели, стройку заморозили. Объект должны были запустить еще в 2015-м. Однако только спустя три года, заметив нецелевое расходование средств, специалисты Атерауской социально-предпринимательской корпорации подали в суд. К слову, СПК вложила в этот проект почти миллиард тенге. В 2018 году инициатор проекта возвратил больше 60 миллионов тенге. Через год заем на сумму 810 миллионов тенге компания вернула. В дальнейшем социально-предпринимательская корпорация не будет финансировать данный проект. Строительство завода изначально возложили на индийского подрядчика. Позже выяснилось, что достраивать предприятие будет чешская компания. Таким образом, вложенные в проект средства потратили бесцельно. В Акимате говорят, что для завершения строительства фармацевтического завода сейчас ищут инвестора. Когда проект будет полностью реализован, не сообщается. И сейчас об эпид-ситуации. Пятые сутки подряд в Казахстане продолжает снижаться число заболевших ковидом. За прошедший день инфекции заразились 1642 человека. Это на 163 инфицированных меньше, чем днем ранее. Больше всего новых случаев по-прежнему в Алматы и столице. Плюс 318 и 238 соответственно. Оба мегаполиса и еще 4 области продолжают оставаться в красной зоне. Всего в республике подтверждено более 918 тысяч случаев КВИ. Лечение продолжает получать больше 52 тысяч казахстанцев. 9 тысяч из них сейчас в стационарах. 177 находятся в крайне тяжелом состоянии. И сейчас на своих экранах вы увидите последние данные от Минздрава по вакцинации населения. Первым компонентом на сегодня привились 8 миллионов 29 тысяч человек. А полностью прошли иммунизацию 7 миллионов 128 тысяч казахстанцев. В Караганде вакцинацию прошел 95-летний труженик тыла. Вместе с Василием Лукошиным антиковидный препарат получила и его 93-летняя супруга. Процедуру медики провели на дому. Противопоказаний для иммунизации у долгожителей врачи не обнаружили. Супруги Лукошины считают, что эпидемию можно победить только всеобщей вакцинацией. Ранее привились и другие члены их семьи. Оба компонента вакцины получили еще 485 жителей Карагандинской области. По эпид-показателям регион сейчас находится в желтой зоне. В инфекционных госпиталях находятся свыше 700 коронавирусных больных и 39 пациентов в отделениях реанимации. Надо защитить себя от случайного заболевания. Потому что мы все равно сообщаемся и к нам приходят люди. Чтобы эта болезнь прошла легче, мы решили сделать вакцинацию. Между тем, в российских больницах вновь переполнены палаты интенсивной терапии. Накануне у соседей зарегистрировано свыше 34 тысяч случаев заражения. Тогда как месяц назад их было чуть более 20 тысяч. Рост заболевших наблюдается более чем на 70%. Российские власти пытались ускорить темпы вакцинации с помощью лотереи и других стимулов. Однако скептицизм в отношении вакцин заглушил эти усилия. На этой неделе правительство заявило, что почти 43 миллиона россиян полностью вакцинированы. Пользуют кабинеты заведующих, старшей медицинской сестры. Мы даже вынуждены госпитализировать именно в коридор. Он как-то внутри следует, напал на легкие, все, и крутит там, где-то очень страшно. Наибольшая концентрация случаев заболевания наблюдается в основном в сравнительно урбанизированной западной части России, во Владивостоке и Хабаровске. Однако в малонаселенном сибирском регионе Саха и Чукотка также высокий уровень заболеваемости. Россия на пятом месте в мире по количеству смертей, которые связаны с пандемией после США, Бразилии, Индии и Мексики. И в Индии, кроме ковида, также растет число жертв наводнения и оползней, погибших по меньшей мере 26, сообщая BBC. Среди них пятеро детей. Есть опасения, что будет зарегистрировано еще большее количество смертей, так как десятки людей числятся пропавшими без вести. Напомню, в штате Кирала несколько дней шли проливные дожди. Они привели к наводнениям, затем к оползням в двух районах разрушены дома и машины. Спасательным работам подключились военные. На холме позади меня произошло четыре оползня, которые унесли вниз воду. Смыло много предметов по пути. Сейчас вот разрушено пять магазинов. Поляки вышли на улицы Варшавы и Кракова в знак солидарности с мигрантами, застрявшими на границе. Акции прошли под лозунгом «Прекратите пытки на границе». Участники марша обвинили польские власти в жестокой позиции по отношению к беженцам. Власти оттеснили мигрантов от границы и ввели там чрезвычайное положение. По этой причине правозащитники не могут добраться туда, чтобы помочь людям. Многие несли флаги, сделанные из фольги. Одеялами из нее вынуждены укрываться мигранты в холодное время. Отмечу ситуацию. На границе накалилось около двух месяцев назад. Тогда поток мигрантов с Ближнего Востока и Африки хлынул к границе Польши и Беларуси. Я хочу сказать, что все присутствующие здесь и я не согласны с методами, используемыми нашими властями, незаконными отпорами и прежде всего согласием и даже участием в гибели людей на границе. Это просто постыдно. Я был беженцем. Я приехал в Польшу в 1996 году. Я пересек границу именно там, где сейчас умирают люди. Я пробыл там более 20 дней, поэтому я знаю, о чем говорю. Мне действительно очень жаль этих людей. Где совесть людей? Где польское гостеприимство? В столице Сальвадора тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против президента Наиба Букеле. Люди недовольны его решением принять биткоин в качестве законного платежного средства и уволить судей Верховного суда. Последнее было расценено его критиками как захват власти. Некоторые в руках держали плакаты против того, чтобы Букеле баллотировался на второй срок подряд. По оценкам местных СМИ, по меньшей мере, в масштабном протесте на улицах Сан-Сальвадора участвовали 4000 человек. Подростки устроили массовую драку на центральной площади в Казаларде. Инцидент произошел накануне, примерно в 11 вечера. Видео, снятое очевидцами, распространилось в социальных сетях и мессенджерах. На кадрах видно, как подростки с жестокостью избивают друг друга, пинают ногами по голове лежащего на земле молодого человека. По словам полицейских, за медицинской помощью в больницу никто не обращался. Стражи порядка сейчас устанавливают всех участников потасовки. На месте происшествия задержаны более 10 человек. Все они доставлены в полицейский участок. С ними проведена профилактическая работа. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В Шемкенте снова штрафуют попрошаек. Некоторых арестовали и иностранцев, депортировали из страны. Но нарушителей это особо не пугает. Чаще всего они снова возвращаются на свои места. С протянутой рукой нищие стоят в местах большого скопления людей. Многие просящие рассказывают, что их вынуждают обстоятельства. Вместе с полицейскими в рейд отправилась моя коллега Катерина Попкова, чтобы оценить масштаб проблемы. На оживленных перекрестках Шемкента активизировались попрошайки. Женщины с протянутой рукой прямо на проезжей части просят деньги у автомобилистов. Они лихо лавируют в потоке машин. Полиция гоняет сборщиков в милостыни, но те через некоторое время возвращаются на хлебные места. Чаще всего это площади, территории рядом с больницами и мечетями. Площадь Ордобасы. Шемкентские попрошайки здесь практически прописались. О нелегкой судьбе полицейским рассказывают все нищие. Кто-то честно заявляет, что нужны деньги. Другие не совсем разговорчивые. Бабушка Рая каждый день стоит на площади и собирает подаяния. То, что ей положат в руку или коробку, хватает на еду для внуков, признается женщина. А еще она собирает деньги на их учебу. Вот только соответствуют ли ее рассказы действительности, никто не знает. На базар захожу и все там на базаре оставляю. Продукты покупаете потом? Да. Вот у меня сейчас есть копейки еще. Вот так. Так и живем. Сама же бабушка Рая заявляет, не все рассказывают правдивые истории. Многих ее коллег на машинах привозят посторонние люди. Мужики такие здоровые на тележках привозили. Их привозят и оставляют? Да, оставляют. А потом приезжают, забирают. Но раньше много их было. Вот там впереди сидели. С начала года полицейские задержали и оштрафовали 2650 попрошаек. В основном самых назойливых. Некоторых депортировали из страны. С начала года во время рейдов мы выявили 7 иностранных лиц, которые занимались попрошайничеством. Их депортировали. Это граждане Республики Узбекистан. Теперь полиция ищет тех, кто принудительно отправляет людей на улицу просить милостыню. Тех, для кого попрошайничество стало бизнесом. Катерина Попкова, Азамас Аметов, Нурмахан Бекмуратов, Шымкент, Хабар 24. Похолодание ожидает нашу страну в ближайшие три дня. Антициклон, принесший бабье лето на территорию Казахстана, сохранит теплую погоду без осадков лишь на востоке республики. На остальную же часть начнет влиять циклон из районов Мурманска. Быстро смещаясь, он принесет с собой осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра на севере с низовыми метелями, а также понижение температуры воздуха. Мы продолжаем свою работу. В Казахстане набирает обороты республиканский челлендж 100 км плюс. Желающих испытать свои силы в необычной акции становится все больше. С девизом «Движение жизни» к челленджу подключились и жители регионов. Причем соревновательный процесс в забегах лишь номинален. Важна периодичность занятий. И победители организаторы определяют рандомно. Среди всех, кто выполнил обязательные условия акции. Но за деньгами, в прямом смысле слова, спортсмен и любители не гонятся. Многим важно показать собственную целеустремленность. К рекордам участников 100 км плюс пока безуспешно, но все же пытается приблизиться и мой коллега Вячеслав Ветлугин. Таймер запущен и 20-летний Данил Жилин из Усть-Каменогорска начинает наматывать круги. За первые недели челленджа парень пробежал 60 км. Спортивные нормативы для Данила не сама цель. Главное – тонус и положительные эмоции. Он увлекается фотографией и не упускает возможности запечатлеть осенние пейзажи. Заодно и дыхание восстанавливает. Да, замечаю. Очень красивые, хорошие места. И мне прям хочется их сфотографировать. Поэтому я с собой на пробежку бегу в фотоаппарат. Данил, а все-таки для тебя какое значение имеет бег? Бег – это для меня моральный отдых. Потому что физически ты напрягаешься, но во время бега твои мысли свободны. А насколько серьезные оппоненты в других регионах республики? Как минимум в каждом городе Казахстана есть достаточно сильные марафонцы, которые могут пробежать за эти два месяца вплоть до тысячи километров. И Данил не лукавит. В регионах действительно крепкие ребята. Челлендж 100 км плюс объединил полторы тысячи участников. А бегуны из Алматы и Петропавловска уже преодолели 200 с лишним километров. Условно добежали от Нур-Султана до Караганды. Впрочем, бить рекорды, в том числе и собственные, никогда не поздно. Это доказал Нурлан Бегадилов из Семея. На дальние расстояния он не бегал почти 40 лет. И вот решил убедиться, что еще в форме. 40 лет не заниматься и тут начать, как говорится, было первоначально тяжело. И у меня был лишний вес. Но со временем, так как я начал тренироваться, начал себя лучше чувствовать. И как бы понял, что без спорта уже жизни нет. Организаторы конкурса советуют участникам пробегать не меньше трех километров ежедневно. По их мнению, это наиболее полезные нагрузки. И на своем опыте сейчас убеждаешься, что такие расстояния действительно тонизируют. Победители челленджа 100 км плюс определяют рандомно. Среди всех участников акции, выполнивших все беговые задания. А для мотивации призовой фонд в полтора миллиона тенге. Впрочем, за деньгами участники не гонятся. Здоровье наверняка дороже. Именно поэтому бегут казахстанцы для себя и больше на энтузиазме. Вячеслав Ветлугин, Семутешева и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. Новости с сурдопереводом выйдут в 16.00. Пока на этом все. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok